Порядка 20 лидеров со всей Брестской области стали участниками 10-го по счету пленума. На повестке дня несколько вопросов. Ротация кадров, подведение итогов работы за 2018 и определение перспектив деятельности на год наступивший. К слову, работа проведена огромная. Сегодня каждый пятый молодой человек – активист Брестской областной организации. Но делая не сколько в количестве, сколько в качестве. Гордость – волонтерская деятельность. Более 3000 волонтеров в нашей организации «Доброе сердце». Действительно, есть такие брендовые мероприятия, можно сказать, даже в сумму. То есть за два мероприятия «Елка желаний» и «Секраски для тебя» было собрано более 10 тысяч белорусских рублей на помощь нуждающимся семьям или на лечение детей. БРСМ. Сегодня это сотни проектов, уже кажется, не требующих оценки. Ведь сами за себя говорят не слова, а поступки. В 2018-м проведена хорошая работа в организации деятельности студенческих отрядов. Между тем, основным вектором работы было и остается гражданско-патриотическое воспитание молодежи. Брендовых проектов и мероприятий сегодня действительно много. Властелин села, туристический форум, прибужье, фестиваль слет молодых семей. В части профилактических компаний активы взаимодействуют с МЧС, а свод, УВД, поддержка одаренной и талантливой молодежи – дело особой важности. В финальном областном этапе активисты представили свыше 60 проектов, наращивая темпы и международное молодежное сотрудничество. Активисты нашей организации въезжали в Российскую Федерацию, в Ростов-на-Дону и принимали участие в конкурсе «Молодежно-союзное государство», в конкурсе «Песни». Конечно, мы сотрудничаем с Союзом Польской Молодежи. По программе «Росмус плюс» наши активисты тоже представляли нашу родину на таких вот международных форумах. Наши ребята, активисты, работающие молодежь участвуют в таком лагере, как Беларусь, Беларусь, Латвия, Россия, где действительно тоже мы знакомимся, знакомим людей со своей страной, со своими какими-то традициями. Десятки свежих идей и новых проектов еще предстоит реализовать, потому сегодня важно поставить новые задачи и воплощать их в жизнь. Руководитель организации Юрий Сигенюк расставляет свои акценты. Чем-то доволен, а где-то нужно прибавлять. Искоренить формализм, больше работать над контентом в социальных сетях и, конечно, прирастать новыми участниками и идеями. Это организация, в которой любой человек может найти свое место и это определенный этап для развития дальнейшего. То есть такая платформа для старта. В 2018 году Ковринский район стал лидером в области по количеству трудоустроенной молодежи в составе студенческих отрядов. Это, конечно, одно из наших главных достижений в ушедшем 2018 году. В рамках пленума состоялось награждение секретарей, хорошо сработавших в 2018 году и внесших вклад в развитие своего родного города и области. К слову, в части взаимодействия отличились и сотрудники нашей телекомпании. Конечно, в рамках одного сюжета о проделанной работе и достижениях актива рассказать невозможно, но очевиден факт. Сегодня БРСМ на подъеме. Аббревиатура не требует расшифровки. Это команда, которая идет в ногу со временем, где каждый ее представитель учитывает интересы партнера и государства.